и подожди мы не так всем привет сережка в кадре у него тут небольшая проблемка случилось немножко что там у тебя прокладос да вообще видео хотел начать не с этого ну короче получается что с этого сережка тут под раскидался немного коллектор пустной карбовый карбюратор тоже старый и чего-то не хватает по ходу здесь да немножко вспоминай где прокладка ладно ты пока ищи я сейчас головку то есть вот видишь ты уже и нашел вот она головочка страдальная вот она прослата желтая не подумайте что такой говнюки заливаю что попало это просто из-за вот этого косяка думаешь был этот косяк прокладки поменял цвет ты смотри ну вот и и пробила трещину видно просто она была маленькая маленькая и начали выпускные газы в этот попадать в тасол масло не мешалось тасолами тасол с маслом а именно выпускные газы из-за этого поменял тасол цвет давление перестала создаваться нужно она у тебя под кипала нет по температуре ничего не менялось нет ну быстрее нагреваться двигатель начал ну чисто только нагревался и получается в расширительный же у тебя в любом случае должны были пробивать газы правильно по жаре давление там как бы создавалась больше а все равно вот если включить печку на печку нужного давления почему-то нет живете такие подробности не вдавался но снял увидел такая как а 4 сварочки сделать на головочке покажи на нас все равно у своего сварка будет видно значит не варили стал так и стулья 4 надо рис не видно видно вот первом вот эти два места варили и в четвертом вот этот канал и вот этот где и произошел trouble где прогорела сама прокладка на насколько снимали не говорили не так они тебя получается просто окна подворили и все чтобы у тебя по прокладке она лежала нормально вот эти вот места скажем так никакого криминала у тебя тут и нет уровня так я с этой проблемой наш только началась я туда не лезть 10000 накатал пока же не воткнула вот поэтому все протирают лапана мою головку засухариваю стали на машину представляете как у меня теперь срач в системе охлаждения внутри то даже движок буду промывочное масло мыть короче все делается для себя дать причем причем на причем во первых все делается для себя и делается самостоятельно да хотел только что ездил на базар купил так ну короче отдельно что если купил мелочь но но приятно как говорится хотел серёгий еще взять этот за сухарик до для масла для маслосъемных но короче базар поздно было нету сейчас там нефига в принципе народный метод как притирать клапана дрелька шланг типа переходник и погнал короче ну в принципе по работе получается шоу снял голову разобрал сам разбирал да сам разобрал а помпу ты воткну уже больше а то что этот под ремень у тебя ремень какой но ешь к такие за закругленные зубья есть квадратные ну все может быть да это тоже такой нюанс как бы они отличаются между собой на самом деле отличаются еще провернет вот у меня я отсюда не пойму отличается или нет такой как отличается ну да ну валера уже не одну продал помпу на восьмерку вот она приорота она видно нормально вот она приоровская вот она родная я в такое не вникал а ну туда по сути намного отличается ну не знаю будущий ролик менять на тяну нормальный элемент они думают что проскочить на по ширине по ширине нормально да такая же чем надо в общем вот такой нюанс есть потому что у меня на самом деле в гараже валяются тоже две помпы у меня и был набор ремень два ролика натяжных 2 6 точнее ролик натяжной паразит 6 у меня 16 стоит и помпа вот такая я когда разобрал мне где-то валялась стандартная помпа я посмотрел что не отличаются между собой ну это в принципе китайский выбор отходил 60 тысяч металлической крыльчаткой которая не все целенько я удивился даже крыльчатка немножко такая подгулял что ну в принципе на наш об антифриз заливался они тасол ребят вообще я не знаю блин никогда не страдайте вот этой ерундой с тасолом дорогой он у вас недорогой один хрен да это не реклама но реально эта вещь проверенная годами я на нем уже начал кататься лет семь назад если не больше и подожди мне мы сейчас трос поменяем мой и тогда будешь уметь это долго дать что долго ростом 1 давай скажи что этот по запчастям по работе и все и заканчиваем то ну что по денежке вышла масло и промывочные масла помпа ролики натяжной просто еще менял и на все про все 2000 и масло фильтра я уже покупал такие средние она из того получается ты только отдал голову тебе заварили ну вот видите ребят вообще на самом деле и расходники направлять и хотелось бы поменять но это долго и уже ладно уже в последний путь и я собираю клапана притру пасту купил сальники купил ну и прокладки все как бы это все стоит копейки просто помпа 500 допустим ролик там не помнили 120 гривен если это все по убирать убрать замену масла и замену тосола если это просто вам надо голову припереть то что-то выйдет вам если самому копейки ну и в день работы если вы успеете ее шлифануть если очереди не будет ну и в принципе собрать разобрать но этом часов пять занимают реально тяжелый да тем более 8 клоп карбюраторный тем более жиры это 8 клоп карбюраторный все делается вообще элементарно так что парни если цените свои денежки кровно заработанные занимайтесь автомобилями сами и самое главное не пропускайте такие моменты как в расширительном бачке жижа газики следите за температурой и вообще все ладно от сережки привет давай не мешаю все покеда